Система исполнения функциональных программ Я хочу показать, как устроены простейшие интерпретаторы или компиляторы функциональных программ Ну, этот слайд такой немножко наивный Значит, понятно, что для того, чтобы исполнить программу, нужно вычислить некоторые выражения Выражение – это, как правило, применение функции к некоторому аргументу И интерпретатор, на самом деле, получает вот это выражение в виде функции и аргумента Ну, или, в общем случае, аргументов И, собственно, происходит вычисление, исполняет это выражение Получается некий результат Можно вот говорить о компиляции в некотором смысле Если наше исходное выражение – это как бы функция исходная программа Но не примененная к аргументу Тогда мы запускаем компилятор и преобразуем эту функцию в некоторую эквивалентную ей функцию Разумеется, для того, чтобы потом исполнить программу, все равно Вот эту преобразованную, скомпилированную функцию, все равно нужно каким-то образом применить к аргументу То есть, так или иначе, все равно придется запустить некоторый интерпретатор Но это, может быть, будет уже совершенно другой интерпретатор Ну, например, если мы имеем программу на некотором исходном языке Java или C++ То мы можем, конечно, сказать, что вот мы хотим запустить эту программу, как она есть Ну, там, каким-то там входным данным И у нас будет интерпретатор, который берет эту исходную программу и прямо по ней вот все делает А можно запустить компилятор, который преобразует эту программу, ну, скажем, там, в машинный код Или, не знаю, в Java-машину В код для Java-машины И затем уже запускать другой интерпретатор Ну, вот саму эту Java-машину, которая исполнит, например, этот байт-код Или аппаратный интерпретатор, который исполнит машинную программу Вот, ну, это вот два подхода интерпретации и компиляции Которые, конечно же, неразрывно друг с другом связаны Потому что интерпретация сама по себе в чистую тоже, как правило, невозможна Для того, чтобы начать интерпретацию Как правило, сначала все-таки хотя бы немножко Но вот эту исходную программу нужно как-то преобразовать к виду удобному для интерпретации Так что интерпретатор в себе всегда содержит некую начальную фазу компиляции А компилятор без интерпретатора тоже не имеет смысла Потому что подразумевается, что результат компиляции обязательно будет интерпретироваться Вот В обоих случаях, и в случае интерпретатора, и в случае компилятора Некоторая часть входных данных для интерпретатора или для компилятора Это вот некоторые функции Так что и интерпретатор, и компилятор – это вот какая-то функция высшего порядка Функционал Для того, чтобы обрабатывать функции и вообще вычислять выражения Нужно иметь какое-то представление для вот такого объекта обработки, как функция или выражение Мы возьмем простой язык для интерпретации или компиляции Разумеется, проще, чем Хаскел Хотя в некотором смысле, ну понятно, что каким бы простым язык ни был, выразить на нем можно все, что угодно Так что я, в общем, ничем себя особо не ограничиваю Просто для того, чтобы попроще построили всякие эти интерпретаторы и компиляторы В качестве вот исходного языка беру довольно простой язык Ну вот у нас есть лямбдоисчисление, ну или расширенное лямбдоисчисление, в котором есть встроенные константы и примитивные встроенные функции Мы его еще немножечко расширим, получим такое вот совсем расширенное лямбдоисчисление И будем считать, что это и есть наш язык программирования, с которым мы дальше будем некоторое время работать В частности, строительным интерпретатором его В этом вот расширенном лямбдоисчислении будут, ну естественно, вот всякие константы, такие как целые числа и логические значения Никаких других мне не нужно будет, там с вещественными числами работать не будем Вещественные числа потом можно будет построить, если захочется Будут, естественно, примитивные функции Буду считать, что у меня есть некий набор примитивных функций, достаточно широкий для того, чтобы можно было программировать удобно Ну такие как арифметические функции, разумеется, if, функции для построения и для разборки списков или кортежей Вот эти вот tuple, n и index Буду считать, что они непременно у меня тоже есть, я ими буду пользоваться Поскольку это все-таки лямбдоисчисления, то будут лямбдовыражения, которые нужны для того, чтобы определять новые функции В таком вот виде Ну в чистом лямбдоисчислении или вообще в лямбдоисчислении мы обозначали вот так вот, лямбда х точка е Ну они, собственно, так и будут обозначаться у меня сейчас лямбда х точка и затем тело Ну и как мы делали это в лямбдоисчислении, я буду избегать всяких инфиксных представлений, выражений А буду записывать вместо них префиксные, то есть вот здесь вот плюс применяется к х и х Естественно, есть применение какой-то функции к аргументу Либо это примитивная функция, либо лямбдовыражение применяется к аргументу В общем виде е1 применяется к е2 Например, вот здесь лямбдовыражение Функция удвоения применяется к двойке И дальше, ну это собственно то, что у нас уже и было в лямбдоисчислении А теперь вот еще дальнейшее расширение Чтобы все-таки сделать нормальную рекурсию И вообще для того, чтобы можно было удобно что-то обозначать Мы все-таки введем такое понятие, как блок Блок, в котором вводятся локальные обозначения Тогда нам не нужен будет, не знаю, там, Y-комбинатор или еще что-нибудь Блок будет выглядеть таким образом Почти как в Хаскел Let x равно e1 in e2 x это новое обозначение, новое переменное e1 некоторые выражения И исполняется блок следующим образом Сначала вычисляется e1 Потом это e1 отождествляется с х А потом вычисляется e2 В котором х может встречаться Ну и обозначать вот это вычисленное значение Ну вот, например, обозначаю через f Вот эту функцию удвоения И затем применяю f к двойке У меня было два вида блоков Не для того, чтобы различать их по существу А потому что они будут по-разному реализованы Вот этот блок будет называться простой блок Потому что в нем запрещена рекурсия В этом блоке мы просто вводим новое обозначение Но в выражении e1 нельзя использовать обозначение х В e2, естественно, можно Для этого блока вводится А вот в e1 нельзя То есть нету рекурсивных Рекурсивных обозначений, рекурсивных функций Рекурсивных выражений А будет еще специальный блок рекурсивный Который я буду называть лет-рек Что такое тут у меня случилось? Лет-рек Вот этот блок лет-рек Это блок, в котором вводится n взаимно рекурсивных выражений И, соответственно, n обозначений для них x1, x2 и так далее, xn Здесь, на самом деле, в выражениях e1, e2 и так далее, en Уже могут встречаться любые обозначения Из вот этих x1, x2 и так далее, xn Поэтому это рекурсивный блок Ну и, естественно, в e, конечно, тоже может быть тут все что угодно Ну вот, например, здесь, в этом примере В этом блоке лет-рек Вводится функция f, которая обозначает все тот же факториал Но это уже действительно рекурсивная функция Здесь это f используется внутри в теле И потом этот факториал применяется К какому-то конкретному значению Чтобы получить уже окончательный результат Вот, так что мы взяли лямбда-исчисление Ну не совсем чистое А еще и с константами и примитивными функциями И, кроме того, ввели еще связывание Связывание имен со значениями Вот с помощью таких блоков Лет или трек Ну, сначала я хочу Хочу показать, что на самом-то деле Вот такое расширенное лямбда-исчисление Хотя и очень простой язык Но достаточно Достаточный для того, чтобы представлять Другие, более сложные конструкции Например, если взять Хаскел Ну, не весь Хаскел, а некоторую его часть Про которую мы говорили То, в общем, довольно легко Можно представить себе Как можно было бы скомпилировать Программу на языке Хаскел В это наше расширенное лямбда-исчисление Каким образом представить Те или иные конструкции языка Хаскел В виде конструкции вот этого Расширенного лямбда-исчисления Ничего сложного на самом деле нет Ну, во-первых, в Хаскеле в самом Есть достаточное количество конструкций Которые просто один в один переводятся Это расширенное лямбда-исчисление Скажу еще, что я сразу же Не буду заботиться о правильности программы В том числе я не буду говорить о том Как проверяется соответствие типам Это отдельная интересная тема Можно было бы, там, не знаю, главу или две Посвятить тому, как происходит анализ программы С точки зрения корректности типов И вот это вот вычисление типов Но я этого делать, тем не менее, не буду Буду считать, что все мои программы правильные И с типами там все хорошо Поэтому все, что касается определений Типов Вот такие конструкции, как два двоеточия С помощью которых можно задать конкретный тип Или все, что связано с классами И их экземплярами классов Тоже можно просто спокойно опустить Считается, что просто вот функции все определены И они определены правильно Что касается новых определений То type, естественно, тоже можно опустить Потому что ничего нового по существу Он тоже не вводит, кроме новых обозначений Типов Data, ну, можно исключить Но не совсем Все-таки data не только вводит тип Но вводит еще конструкторы А эти конструкторы потом используются как функции Я потом отдельно скажу Во что преобразуются вот эти конструкторы Но пока будем считать Что вот, собственно, самим вот этим Выражением для определения новых типов данных Data Пока рассматривать не будем Ну, вот те конструкции, которые переводятся без изменений Это все те же самые константы Переменные Примитивные функции Которые тоже без изменения просто переводятся Лямбда-выражения Лямбда-выражения есть и в Хаскелл Ну, чуточку в другом виде они представлены Лямбда х стрелка е А тут у нас лямбда х точка е Ну, вот если тело перевести Тоже на расширенные лямбда-исчисления Мы получим вот выражение В нашем расширенном лямбда-исчислении Применение функции тоже, конечно, точно так же переводится Ну, единственное только, что в Хаскеле Вот действительно очень часто используется инфиксная запись Такая как е1 плюс е2 Мы ее переводим в префиксную Но все-таки это тоже один к одному переводится В Хаскеле есть блоки Например, такие как е, where и дальше какие-то обозначения Мы их тоже переводим в блоки Простые или рекурсивные В зависимости от того, действительно применяется ли здесь рекурсия Применяются ли здесь рекурсивные выражения В Хаскеле есть кортежи А в нашем расширенном лямбда-исчислении Есть примитивная функция TAPL TAPL N Разумеется, любое кортежирование Просто переводится в применение Этой самой функции TAPL N Ну, например, если в Хаскеле у нас был кортеж Из выражений Е1, Е2 и Е3 То мы просто применяем функцию TAPL 3 К соответствующим преобразованным выражениям Е1' Е2' Е3' Типы этих выражений могут быть разными Мы за типами здесь не следим Функция TAPL N всеядна Она любые выражения берет И делает из них кортеж Независимо от того, каких типов эти значения Применение конструкторов И сами конструкторы Я буду считать, что все конструкторы В определении типа данных Занумерованы И каждый конструктор Это просто номер Некоторый тег Занумерованы они просто в порядке Их определения При определении Нового типа данных Ну, например, если у нас было Определение списка То для того, чтобы определить список Надо определить два конструктора Конструктор пустого списка И конструктор, который присоединяет голову К уже имеющемуся списку Ну, мы на самом деле На Хаскеле Строили Моделировали списки Таким образом Определяли новый тип данных Список Который на самом деле Является ничем иным Как обычным Хаскеловским списком Поэтому я считаю Что вот да У меня есть два конструктора Они имеют Соответствующие номера Пустой список Будет иметь номер ноль А конструктор двоеточия С помощью которого Присоединяется голова к хвосту Будет иметь номер один Когда мы применяем Конструктор к чему-нибудь Мы на самом деле Как я уже не раз говорил Просто Вот эти аргументы Никак не преобразуются Они просто запоминаются Мы будем собирать их в кортеж И применение конструктора Это тоже применение Функции кортежирования Вот этой ТАПЛ-Н Я буду только к этому кортежу Привешивать еще номер конструктора Таким образом Если у меня есть Например Выражение Список из числа 3 Список из одного элемента Числа 3 То можно расписать его В виде Последовательного применения Двух конструкторов Конструктор пустого списка И конструктор двоеточия Конструктор пустого списка Это превращается в применение Функции ТАПЛ-1 Это кортеж из одного Единственного значения Ноль Ну в отличие от Хаскел Здесь у нас будут попадаться Кортежи Состоящие из одного Единственного значения Чего нету в Хаскеле Кортеж из нуля Здесь ноль Это номер конструктора Номер конструктора Пустой список А затем сверху ТАПЛ-3 Которая берет Номер конструктора Единичка Это номер конструктора Двоеточия И затем аргументы Аргументы этого конструктора Это 3 И вот этот пустой список Таким образом Это вот кортеж Одним из элементов Которого Тоже является кортеж Любые вот такие Константные списки Мы можем построить С помощью Функции ТАПЛ Ну и понятно Что сами вот эти Конструкторы Двоеточия И Пустой список Это тоже Некоторые применения Функции ТАПЛ ТАПЛ-1 Или ТАПЛ-3 В Хаскеле Есть довольно много Всяких конструкций Которые задают Разного рода Списки На самом деле Это просто Некий синтаксический Сахар Для вызова Встроенных Функций Ну я буду считать Что понятно Что встроенные функции Те которые нужны У нас есть Поэтому Если я могу построить Арифметическую прогрессию Если задано Там первые два числа И последний Элемент Списка Значит это просто Применение Некоторой функции К трем аргументам Ну оно на самом деле Так и происходит Реально Интерпретатор Действительно вызывает Некоторую функцию Для построения Арифметической прогрессии Ну и поэтому Я просто В явном виде Буду считать Что вот Ну всякие такие Конструкции Переводятся Просто В применение Соответствующей функции Что есть В Хаскеле Такого вот Чего Не так Просто Перевести В наше Лямбдоисчисление Ну прежде всего Это Это образцы Сравнение с образцом Определение функций В которых Есть образцы В том числе И лямбдовыражения В лямбдовыражениях Тоже можно Определять образцы Вот во что Переходят Эти образцы Ну сначала Мы займемся Преобразованием В самом Хаскеле Потому что На самом деле Есть довольно Общая конструкция Кейс В Хаскеле С помощью которой Можно и Выразить Все вот эти Вот Уравнения Ну вот Например Есть у меня Определение Функции Ассок Которая Что-то там Вот Делает Это Функция Похожая На Функцию На функцию Поиска По ассоциативному Списку Значит Если у меня Есть некий Список И я ищу В нем По ключу Х То если Нашел этот ключ То я выдаю Ассоциированное С этим ключом Значение Иначе продолжаю Поиск Если Поиск Производится В пустом Списке Ну я здесь Написал Что выдается Пустой список Хотя на самом деле Должно выдаваться Что-нибудь Вроде Вроде Нафы Так вот Определение Этой функции Которая содержит На самом деле Два уравнения Причем Первое уравнение Содержит Два Разных Сторожа Две разных Охраны Переводится На самом деле В Конструкцию Кейс То есть Ассок Это Функция Двух аргументов Причем Если взять Вот эти два Аргумента И собрать Их В единый Аргумент С помощью Картежирования То этот Единый Аргумент Дальше Может Разбираться Согласно Заданным Образцам И вот эти Образцы На самом деле Являются Частью Этой Конструкции Кейс И образцы И вот эти Вот охраны Это вот Эквивалентное Выражение Для Для Уравнений Функции Ассок Здесь На самом деле Самое Сложное Это сама Вот эта Конструкция Кейс Как По Заданному Значению Выбрать Что Нужно С ним Делать Для этого Нужно Сделать Две Вещи Во-первых Уметь Сопоставить С образцом И Во-вторых Вот это Сопоставление Заключается Да Это Сопоставление Заключается Во-первых В проверке Соответствия Образцу Что Действительно Аргумент Соответствует Тому Или Иному Образцу И Во-вторых Должно Произойти Связывание То есть Определенные Переменные Которые Используются Внутри Образца Должны Связываться С Определенными Частями Аргумента После того Как вот это Сопоставление И связывание Произошло Дальше Уже Все просто Дальше Уже Просто Вычисляется Охрана Условия Если Она Выполнена То Соответствующее Выражение Вычисляется Если Ни одна Из охран Не подошла То Переходим То просто Говорим Что Ничего Не получилось Это ошибка Вот Значит Надо заняться Конструкцией Кейс Ну вот На следующем Слайде Я покажу Во что Переводится Собственно Конструкция Кейс В какую Конструкцию Расширенного Лямбда Исчисления Как это Можно делать Сейчас Я еще Скажу Что Ну вот Общая Структура Программного Модуля В Haskell На самом деле Содержит Просто Набор Определений Ну как правило Функций Ну вообще Набор Определений Выражений Мы когда Пишем Программу На Haskell Мы вот Пишем Такую Последовательность Уравнений Или сопоставлений Понятно Что При исполнении На самом деле Мы Выполняем Некоторые Выражения Выражения В контексте Вот этих Определений Так что Если мы Хотим Исполнить Программу Написанную На Haskell То это будет Не собственное Исполнение Программы А исполнение Некоторого Выражения В контексте Вот этих Определений В контексте Этой программы С точки зрения Нашего Лямбда Исчисления Это на самом деле Блок Наверное Наверное Рекурсивный Блок Тут тоже Скорее всего Рекурсия Будет Взаимная Это будет Блок В котором Вот определены Определен Вот этот Самый Контекст Определены Вот эти Выражения И Не задано Тело Тело Это собственно Вот то Что мы Должны Вычислить В этом Контексте Так что В тот момент Когда мы Исполняем Программу Это тело Будет Определено Это то Выражение Которое Мы хотим Вычислить Мы его Подставим Сюда В этот Блок После Ин Ну и Дальше Уже Можем Можем Исполнять Нашу Программу Вычислять Выражение Пожалуй Больше Ничего Существенно Отличного От Вот этого Простого Лямбда Исчисления В Хаскеле Нету Поэтому Давайте Вот рассмотрим Чуть подробнее Вот эту Компиляцию Вот этой Конструкции Кейс Общий вид Конструкции Кейс Выглядит Таким Образом Кейс Выражение Произвольное И затем Ряд Образцов И при каждом Образце Может быть Еще Несколько Сторожей Ну или Вообще Никакого Сторожа В каждой Такой части Есть Некоторые Выражения Которые Служат Результатом Вычисления Если Если Подошел Образец Подошла Охрана Ну Что Нужно Сделать Можно Это Трактовать Как Некоторую Функцию В Которой Сначала Определяется Набор Функций Ф1 Ф2 И так далее ФК Соответствующих Вот этим Образцам Каждая Из этих Функций Должна Проверить Соответствие Некоторому Образцу Если Действительно Соответствие Произошло То Провести Связывание Переменных Содержащихся В образце С частями Аргумента Ну И После Этого Проверять Охраны Если Какая-то Охрана Подошла Значит Все Вычисляем Соответствующее Выражение Если Нет Проверяем Следующую Охрану Если Что-нибудь Случилось Что-нибудь Не подошло Охрана Как ни Одна Не сработала Или С самого Начала Образец Не подошел Вот эти Два Случа То Мы Переходим К вычислению Следующей Функции От того Же Самого Аргумента То есть Переходим К обработке Следующего Образца Фактически И Тоже Проверяем Есть ли Соответствие С Образцом Если Есть То Связываем Начинаем Проверять Охрана И Прочее И Так До тех Пор Пока Либо Не найдем Подходящее Уравнение И Будет Вычислено Какое Нибудь Из Этих Выражений Либо Если Мы Все Функции Проверим И Везде Какое Несоответствие Обнаруживается Мы Ничего Не Нашли То Тогда Вызываем Специальную Функцию Error Которая Выдает Сообщение Об ошибке О том Что Что Программу Исполнить Невозможно Ну И Таким Образом Вот этот Параметр Конструкции Кейс Мы Транслируем И Передаем Функцию F1 Которая И Начинает Собственно Разбор Теперь Надо Понять Вот Вот Этим Выделенные Красным Цветом Части Как Они То Собственно Работают Каким Образом Происходит Это Сопоставление С образцом И И Связывание Чтобы Понять Что Аргумент Соответствует Образцу Нужно На самом Деле Понять Какими Конструкторами Этот Вот Это Значение Создано Если Я считаю Что С типами У меня Все Хорошо И Проверять Типы Мне Не Нужно Что Все Типы Построены Правильно То Любое Выражение На самом Деле Будет Правильного Типа И Речь Идет Только О том Какие Именно Конструкторы Были Применены Для Создания Значения Этого Типа Например Вот Пусть У меня Есть Некий Аргумент Арг Который На самом Деле Является Парой Из Х И И И Фактически Здесь Тоже Вводится Несколько Обозначений Арг Для Всего Аргумента Х Для Первой Части И Для Второй Части И Если Моя Программа Правильна То Аргумент Обязательно Будет Парой Ну Просто Потому Что Тип Такой И Вот Я Провожу Дальше Сопоставление Сопоставление С этим Образцом Будет Успешным Если В этой Паре Аргументов Первый Аргумент Является Пустым Списком То есть Построен С помощью Конструктора Пустой Список Это Непременно Список Потому что Типы Я еще раз повторюсь Мы не проверяем Они у нас Правильные Так что То что Это список Проверять Не нужно Но список Может быть Построен Либо с помощью Конструктора Пустой Список Либо с помощью Конструктора Двоеточие Здесь мы По существу Проверяем Что он Построен С помощью Конструктора Пустой Список А второй Аргумент Как раз Построен С помощью Двоеточия И мы Вот это Должны Проверить Итак При сопоставлении С образцом Когда мы Проверяем Что аргумент Соответствует Образцу На самом деле Мы проверяем Что он составлен С помощью Правильных Конструкторов И все Мы проверяем Соответствие Номеров Конструкторов Этому Этому Образцу Мы проверяем Что исходный Аргумент Арг Имеет Вот такой Вид Вот такую Схему Построения У него Первый Элемент Это пустой Список А второй Это применение Двоеточия К чему-то Там К ей Чему-то Еще Аргумент Построенный Вот Вот таким Образом Так Построенный Аргумент Был Построен С помощью Функции Тапл Вообще Пара Строится С помощью Функции Тапл 2 Первый Элемент Этой Пары Пустой Список Представлен Вот такой Функции Тапл 1 От 0 Ну 0 Это номер Конструктора Второй Элемент Пары Представлен Конструктором Тапл 3 Где Единичка Соответствует Вот этому Конструктору Двоеточия Ну Из чего Они там Были построены Из каких Е Неизвестно Чего Еще Это уже На самом деле На данном Этапе Все равно Мы должны Проверять Номера Конструкторов То есть На самом деле При проверке Соответствия Образцу Нам интересно Выделение Вот этих Номеров И сравнение Вот этих Номеров Разумеется Такое Выделение Можно провести С помощью Индексации И Анализируя Образец Мы можем Понять Что Нужно Применить Какие Функции Индексации Применить В каком Порядке Для того Чтобы извлечь Вот эти Вот номера Конструкторов В данном Случа Если Мы берем Аргумент С помощью Функции Индекс 1 Извлекаем Из него Первый Элемент То это Будет Непременно Первый Элемент Пары Чтобы Добраться До Номера Вот этого Конструктора 0 Мы должны Снова Применить Индекс 1 Потому что Этот элемент Пары Представляет Собой Тоже Картеж Из одного Правда Элемента Ну Я не знаю Из одного Или Не из одного Но Мне нужно Извлечь Первый Элемент Этого Картежа Для того Чтобы сравнить Его с Нулем И Проверка Того Что Реальный Аргумент Соответствует Этому Образцу Будет Состоять Из двух Частей Первая Часть Это проверка Того Что Вот такое Выражение Равно Нулю И вторая Часть Что я Ну Похожим Образом Извлекаю Номер Конструктора Из второго Элемента Картежа Что этот номер Равен Единице Таким образом Трансляция Образца Сводится К тому Что по Виду Этого Образца Я просто Строю Соответствующую Последовательность Индексаций И сравнений Номеров Конструкторов Вот во что Переходит Функция Сопоставления С образцом Или проверки Соответствия Образцу Ну Можно это Записать Чуточку Более Наглядно И более Коротко Вот эту Индексацию Например В виде Каких Нибудь Квадратных Скобок Таких Последовательная Индексация Может Быть Записана Через Запятую То есть Я беру Аргумент И беру Первый Элемент И первый Элемент Из этого Первого Элемента Вот Если Я Сравниваю С номером Конструктора То Кстати В такой Индексации Последним Элемент Последним Номером Обязательно Будет Единица Я всегда Выбираю Номер Конструктора Как первый Элемент Какого-то Кортежа То есть Я что-то Там Индексирую А потом Выбираю Первый Элемент Выбранного Кортежа И тут Я беру Второй Элемент А потом Выбираю Первый Элемент Для того Чтобы Найти Конструктор Какая-то Вот такая Индексация Ну Можно Довольно Подробно Расписать Каким образом Происходит Анализ Образца И превращение Его в такую Конструкцию Но я уж Извините Этого делать Не буду Еще в образцах Бывают Сопоставления С константами Это тоже Сводится На самом деле К проверке На совпадение Но просто Если там Константа Встречается Внутри Образца То нам Нужно Не номер Конструктора Проверять А само Значение Константы Ну собственно И все Различие Например Вот у нас Есть такая Конструкция Мы хотим Сопоставить Аргумент С вот Такой Константой Список Состоящий С числа Единственного Числа 25 Ну на самом Деле Число 25 Является Единственным Элементом Списка Так что Образец На самом Деле Вот такой Тут есть Два Конструктора И одна Целочисленная Константа Значит Мы должны На самом Деле Понять Что Аргумент Имеет Вот такую Структуру Ну а это Означает Что Первый Элемент Аргумента Есть Конструктор Номер Один Второй Элемент Аргумента Есть Константа 25 Вот здесь Уже нам Пришлось Взять Второй Элемент Само Значение И У третьего Элемента Первый Элемент Есть Ноль То есть Вот этот Третий Элемент Это список Построенный С помощью Конструктора Номер Ноль Вот проверка На соответствие Такому Образцу Выливается В подобного Рода Конструкцию В нее Транслируется Вот это Вот сопоставление С образцом Связывание Это на самом деле Тоже Выделение Частей Аргумента Только вместо Того Чтобы Делать Проверку Какое-то Там Сравнение На равенство Вместо Этого Просто Происходит Сопоставление Переменной И какой-то Части Аргумента Ну Например Вот В самом Первом Примере Вот В этом Аргументе Есть Еще Переменные Х Игрик И Е Они Тоже Представляют Собою Части Аргумента Связывание Состоит В том Что Мы Определяем В блоке Вот Вот Равенство Равенство Где Х Игрик И Е Тоже Сопоставлены Соответствующей Части Аргумента То есть При трансляции Образца Мы находим Позиции Конструкторов Где находятся Конструкторы Позиции В смысле Как Как их достать С помощью Индексирования И позиции Переменных Ну Тут есть Еще Безымянная Переменная Но Безымянную Переменную Связывать Не надо Поэтому Для нее Никакой Конструкции Индексации Строить Не надо Ну Вот Теперь Немножко О том Как Собственно Вот эти Программы Написанные На расширенном Лямбдо Исчислении Представляются В виде В виде Объектов Подлежащих Обработке Исходный Текст У нас Написан На расширенном Лямбдо Исчислении Но Программы Обработки Этого Исходного Текста Мы будем Писать На более Привычном Хаскеле То есть Вот Интерпретаторы Компиляторы И прочее Все будет Написано На Хаскеле Поэтому Исходный Текст Лямбдо Исчисления Конструкции Лямбдо Исчисления Нужно Представить В виде Объектов Языка Хаскел Надо Определить Новые Типы Данных Для Представления Тех Или Иных Конструкций Расширенного Лямбдо Исчисления Мы Определим Новый Тип Данных Экспр Который Представляет Всевозможные Выражения Расширенного Лямбдо Исчисления Конструкторы Этого Нового Типа Данных На самом Деле Создают Те или иные Элементарные Конструкции Нашего Языка Расширенного Лямбдо Исчисления Например Константы Представлены С помощью Конструкторов Интеграл И лоджикал У нас есть Только Константы Целые Или Логические Интеграл Интеджер Будет Представлять Некоторую Целую Константу Лоджикал И логическое Значение Будет Представлять Логическую Константу Примитивные Функции Будут Представлены Конструктором Function Аргумент Этого Конструктора Это Строка Изображающая Имя Этой Примитивной Функции Например Значок Плюс Конструктор Variable Будет Представлять Переменные Опять же Аргумент Этого Конструктора Это Имя Переменной Конструктор Лямбдо Представляет Лямбдо Выражения Части Лямбдо Выражения Это Некая Переменная Которая В заголовке Содержится Представлена Вот этим Первым Аргументом Строкой Имя Переменной Опять же И Тело Тело Это Произвольное Выражение Так что Это Рекурсивное Определение Ну Естественно Рекурсивное Поскольку Те или иные Конструкции Внутри Содержат Тоже Выражение Есть Применение Е1 Применяется К Е2 Применение Представлено Конструктором Application Параметры Это Что Применяется И к чему Применяется Применение Функции Это Могут Быть Произвольные Выражения Но Первым Должна Быть Какая То Функция Но И Блоки Простой Блок В котором Есть Только Одна Переменная Выражение Е1 И второе Выражение Е2 Значит Аргументы Этого Конструктора Лет Вот Они И Рекурсивный Блок В котором Есть Целый Список Определений Где Каждой Переменной Сопоставляется Выражение Ну И Затем Вычисляется То Что После Им В этом Блоке Стоит Рекурсивный Блок Вот Это Все Конструкции Нашего Расширенного Лямбда Исчисления И мы Будем Представлять Любую Программу Написанную На Расширенном Лямбда Исчислении Вообще Любое Выражение Написанное Расширенном Лямбда Исчислении В виде Объекта Типа Экспор Для этого Мы его И ввели На самом Деле Нам понадобится Еще Парочка Типов Выражений Потому Что В процессе Работы Мы Будем Осуществлять Преобразования И Некоторые Конструкции Будут Будут Переходить В Некоторую Промежуточную Форму Но Когда Нам Понадобится Это Мы Расширим Наше Определение Выражения Добавим Сюда Еще Что Пока Я Оставлю Его В таком Виде Ну Например Вот Пусть У меня Есть Вот Такое Выражение Написанное В расширенном Лямбда Исчислении Такое Простенькое Выражение Это Блок Блок Простой Нерекурсивный Где Вводится Обозначение Плюс Для Функции Опять же Сложения Двух Переменных И я Потом Эту Функцию Плюс Применяю К единице И двойке Я могу Записать Выражение Типа Экспорт Которое Представляет Это Выражение Ну Это Будет Выглядеть Примерно Вот так Немножко Подлиннее Конечно Чем Исходный Текст Но Ненамного Это Блок Лед В котором Определен Идентификатор Плюс Значением Этого Идентификатора Является Лямбда Выражение Представленное Конструктором Лямбда Тело Это тоже Лямбда Выражение И так далее И так далее Тут есть Применение Функции Плюс К переменной Х И затем Результат Применяется К У Я напомню Что на самом деле Я записал Х плюс У Но ведь это Плюс Который Сначала Применяется К Х А потом Результат Применяется К У Поэтому Здесь Два раза Встречается Аппликейшн Плюс Применяется К переменной Х Потом К переменной У Ну и Вот это Тело Которое Находится После Ин Здесь Тоже Два Применения Плюс Применяется Сначала К Единице А потом Результат Этого Применения Применяется К Константе Два Ну как-то Вот так Вот В следующий Раз Мы будем Заниматься Обработкой Этих Выражений Построим Интерпретатор